МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С узорье таллинта, старейшая музычная-навучальная установа в области, детячая школа-мастатства имя Чайковского, отзначила 100-годовый юбилей. У пошуках самых достойных претендентов в регионе стартовал кастинг-конкурс супрыгажосте «Мисс и мистер Гомельская в область», а зараз об этом и иншим – больше подробно. Залог поспеха у выращения житевых проблем насильства – тесное взаимодействие с местными органами УЛАДы. У гэтым перакананы делегат 6-го Усебеларуского народного сходу, депутат Палаты представников Миколай Васильков. Об реальных справах старшиней постоянной комиссии по питаниях экологии, природокористания и Чарнобыльской катастрофы – материал наших корреспондентов. С Миколаем Васильковым мы разговариваем по часу областной встречи у дельников 6-го Усебеларуского народного сходу. У Гомельон приехал только на один день. У национальном сходе было шмат справ. Хоть об своих выборщиках депутат не забывая Николе. Доброведание ситуации у выборщей Акрузии окрасливает и кола пытанев, отказанные, которые Миколай Васильков уже дает пачуть на Усебеларуском народном сходе. С учетом того, что я все-таки представляю районы сельскохозяйственной направленности, что очень велика доля сельскохозяйственного производства, чтобы, конечно, вы уделили больше внимания сельскому хозяйству, его развитию, закреплению молодых кадров в сельском хозяйстве, рассмотрели вопросы ценообразования, взаимодействия сельхозпроизводителей с переработчиками. У активе депутата Палаты представников Миколая Василькова допомога выборщикам у самых розных пытаньях. Адрамонту дорог до модернизации объекта у социального призначения. Палас культуры у агрогородку Камунар после капитальной реконструкции сдали у эксплуатацию в середине минулого года. А до этого амаль 14 годов спробовали адрамонтовать, але у вынеку проекция старая у нас только, что пришлось распрацовывать новый. По великим рахунку, ситуация начала изменяться до лепшого только после вмешательства депутата. Для населенного пункта, у яким проживают амаль 2,5 тысячи человек, такий объект саправды необходный. Не застався поза увагой депутаты и размещены у Камунары дитячий сад. Его будинок открыли яше у 1979 годе. Из того часу буйных ремонтных работ тут не проводили. Особливо проблемной оказалась ситуация с теплозабеспечением. Амаль 50-годовые в окны тепло практически не трымали. До замены окон температура в спальных помещениях некоторых нашего корпуса доходила до 14 градусов. После установки окон температура стала оптимальная. 18 градусов – это самая маленькая. И поэтому дети сейчас находятся в комфортных условиях. Як-были керавник областной системы оховы здоровья, Миколай Васильков плануя упрацованным графику допамогу установам глины. Во Уваровецкой участковой больнице, бадай, найбольшь значной проблемой была отсутность рентгенапарата. Старый взломался, а новый кэштавал зусім не танно. Объявление обходности можно мерковать по такой лижбе. У зоне обслуговывания больницы больше як 3600 дорослых, які повинны проходить обовязковое флюорографичное доследование. Николай Андреевич непосредственно участвовал в вопросе установки, скажем так, во всех организационных вопросах по данному аппарату. Мы, во-первых, закрываем всю нашу зону обслуживания по рентген вопросам, а также помогаем Будакшили непосредственно центральной районной больнице для решения данных вопросов, если у них нагрузка выше. Очень комфортно работать с исполнительной властью. Все то, что сделано в моем избирательном округе – это тесное взаимодействие законодательной и исполнительной власти. Находя вот это понимание, удалось действительно сделать что-то положительное для своих избирателей, для их благополучия, для культурной сферы, сферы здравоохранения. Но это вот только тесное взаимодействие. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, телерадиокомпания «Гомель». В Жлобине завершено расследование об лживом доносе на милиционера. Его зрабил 25-годовый мясцовый Жихар. У вечера 16-го жнивня мужчина находился дома со своей сужителькой и распивал спиртное. Ее начинал скандал и пригрозил девушке выкликом милиции. Неоглядя на ее уговоры, фигурант потелефоновал ночью на линию 102 и поведомил, что 9-го жнивня на центральной площади Жлобина супрацовник милиции Дубинка изломал ему палец на назем. До молодого человека приехала следшая оперативная группа. Его попередили об криминальной отказности за лживый донос. Придавший тлумочение, мужчина изменил свою першопочатковую версию падей и расповел, что инцидент отбылся в вечере 13-го жнивня на улице Полевой. Следователи тщательно проверили поступившую информацию о совершенном преступлении и обнаружили массу несостыковок. К примеру, в период времени, который мужчина указал как время совершения преступления, он находился не на улице, а у себя дома. Кроме того, молодой человек обращался по поводу бытовой травмы пальца еще за несколько дней до описанных им в заявлении событий. Так, 9 августа рано утром молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, позвонил по телефону 103 и попросил об экстренной помощи. Прибывшие по вызову медики обнаружили в квартире изрядно выпившего молодого человека, который невнятно жаловался на боли в спине и пальце. Ему сделали обезболивающее и порекомендовали обратиться в поликлинику. Однако, мужчина так и не явился к терапевту. Через несколько дней он вспомнил о своем ушибленном пальце и решил обвинить в этом сотрудников милиции. К слову, в ходе проверки следователь направлял заявителя в подразделение ГКС для прохождения судебно-медицинской экспертизы. Однако, туда он также не явился. И только после того, как следователь предоставил заявителю все добытые им факты, мужчина сознался во лжи. Криминальная справа передадена прокурору для дальнейшего накирования в суд. Ранее мужчина неодноразово притягивался до администрационной отказности в тимлику за знаходжение в громадском месте в стане алкогольного опьянения и за агрессивные поводины у относенных до сужительки. Супросовники Держаутоинспекции провели профилактичную акцию под названием «Твярозая рулять» и она проходила в рамках 1 дня безпеки, выполняющей ПДР, заховывая с житем. Акция накирована на продухеление дорожно-транспортных здоровья с уделом нетвярозых водителей. Супросовники ДАИ проводили за автомобилистами профилактичную гутерку, а также проверяли ведание правилов. Заходила размова и на конд деяния у вынику выявления нетвярозыха человека за рулем автомобиля. В перважной большинстве водителей отказывали, что одразу бы поведомили об инциденте по номеру 102. Усе удельники акции дарыча отрымали памятные подарунки. Дитячая школа мостатства у имя Чайковского у Гомеля означала 100-годовый юбилей. Одна со старейших музычных школ Беларуси подарила свету шмать талентов. Ее выпускники покорили буйные концертные пляцовки не только у нашей краине, а и далеко за ее межами. Подробязности в наступном сюжете. Здесь все мои ученики лучшие, начиная с Насты Гулай, с Файмина, которые сейчас работают в филармонии в Соколовском. По устагодзе творчасти и выкладанья, як на долоне. Тут имена яя самых зорных выхованцев, их перемоги. Однако Людмила Федорова признается, это только кропля у моря. В музычную школу я еще в ученице, маленькая Люда, пришла у 7 годов. Потом вернулася сюда педагогам. У працованной книжцы за усе жицо только один запис. Во-первых, этого здания, этого класса, где мы стоим, когда я пришла в эту школу, еще не было. Была только вот эта вот двухэтажная школа маленькая, классы были маленькие, в них еще были печное отопление, потом его упразднили. Уже у те часы Гомельская школа вышла у лидеры. У лику навученца у 700 человек, плюс амаль 70 педагогаў, что гадовый выпуск каля 100 юных музыкантаў. Многие увайшли у сузоры я лепших у Беларусі. А в музычной школе ведала уся краина. Але и зараз у станова у рейтингу наибольш паспяховых. Я ей вучни выступали на фестывалях Франции, Германии, Польши. Так и тя перешні выхованцы не менш паспяхово пакараўць концертныя пляцовкі Европы. Сегодня мы поговорим над характером произведения. Будь добра, начни. Итак, от трох до пяти годин за день. У Мирославы худка выступлений у Минску, Бранску и Питеры. Пятикласница дае фору дорослым. Яна лауреат масштабных конкурсов и стапендаят президентского фонду па патрымцы таліновітай молодзе. У Марагы планах Мирославы стать свядомай піаністкай. Я, как и любой музыкант, рассказываю музыкой, хочу передаць свои чувства при помощі неё. То есть музыка – это не просто набор звуков, это язык, общения. У школе 22 музычные коллективы, некоторые из них со званием узорны. Не глядячи на поважанный узрост, школа гучить во унисон с тенденциями часу. Это читается навык у техничном обсталяванне. У классах вокалу самая сучасная аппаратура. Каждый молодой человек приходит со своими идеями, со своим новым видением. Даже в исполнительстве они предлагают новое видение и новое звучание, новые формы звучания, новую литературу используют. До речи, у год векового юбилея и сама школа отримала новое обличчо. Частка научальных и концертных помешканцев обновились, а юные музыканты отримали у подарунок новые духовые и народные инструменты. Миколай Скинціян, телерадио-компания «Гомель» при поддержке агентства теленавинов. Беларусь вчора, сёння, завтра во Управлении спорта и туризма Гомельского облаканкама пройшов открытый диалог с молодью, присвеченный исторической символюции и патриотизму. У якости экспертов запросили ветеранов Великой Ачинной войны, представников военного комиссариата Гомельской области, Музея военной славы и делегатов 6-го Усебелорусского народного схода. ГТС Устреча – только одно с целого широкого мероприемства УБРСМ, закликанных вучить молодь, шановать и поважать героичную историю Украины. Бережливо относятся до досягнутых выникал и при этом сконцентровать намагания на новых прорывных идеях. Молодежь, как показывает диалоговые площадки, в принципе, очень неплохо ориентируется и в знаниях истории, символики, но, как показывает статистика, в современных учебниках данный материал очень смазан. И вот эксперты, они являются у нас опытными людьми, помогают вот эти все пробелы им, как говорится, заполнить. Поэтому я считаю, что немаловажны данные площадки для нашего общества молодого. У нашем регионе стартовал кастинг конкурсу «Пригажусь, тіграции и стилю МИС и МИСТР Гомельская в область-2021». И он проходит в онлайн-формате. До отделу запрашаются жахары Гомельщины с добрыми внешними дадинами. До речи, в списке традиционных потребований до кандидата у селета есть новое увядение. Основными критериями для участия в финале конкурса являются возраст от 18 до 25 лет. Желательно, рост не ниже 170 сантиметров. Также не замужем, естественно, и не женатые парни-девушки. Но в этом году мы допускаем наличие детей. Дослать свою заявку можно до 12 лютого. Узор анкеты размещены на сайте Центра моды и пригажостей «Хрустальная нимфа». По выниках кастингу журы оберет пять хлопцев и пять девчат, які примутю делу финальным шоу у Саковику. Яно пройдет в форме театрализованного музычного представления. Будет включать три выходы. Так само у дельники представят визитоку и творчий номер. Свято дитячих биатлона у Гомели. Протягивается областный этап с поборництва у «Снежный снайпер» на прызы президентского спортивного клуба. Турнир примает лыжероллерная трасса биатлонного комплекса «СОЖ». У заездах у дельничают 25 команд с разных кутков региона. Это переможцы городских и районных этапов в возрасте от 10 до 16 годов. В программе особистые гонки и эстафета. Юные биатлонисты переодолевают дистанции от 1800 до 3000 метров и два огневые рубежи. Это очень интересно. Но ехать очень сложно. Особенно на втором кругу уже, когда понимаешь, что уже сложно ехать, дыхание затаривает. Надо лыжу смазывать, надо уметь хорошо стрелять, целиться. По детям видно, дети, если что-то не получается, они расстраиваются даже до слез. Если получаются, они счастливые. Если человек расстраивается, значит, он чего-то хочет. Уже очень много детей передали. Биатлон, в лыжные гонки, которые обучаются училище Новополоцкого резерва. Поэтому, конечно же, это является стартом и это может быть будущим. «Снежный снайпер» – один из самых масштабных и видовищных спортивных турниров Украины. По выниках отборочных этапов регионы сформируют сборные команды. Финальные споборничества пройдут у Раубишах с 8 по 14 лютого. А пушний зимовый месяц почнется морозно и снежно. Тыдень принесет же Харамгомельщины холодное надворье и опадки. Завтра у день слупок термометра понизится до 11 градусов, чакается маловоблачное надворье. Усераду и четверг прогнозуется мокрый снег и температура до плюс 1 градуса. Но в пятницу морозы вернутся. В день будет до минус 5 градусов. Худкость ветра – 11 метров за секунду. В выходные холод узмаснится до минус 14 в день и 24 ночи. Чакается невеликий снег. Это и другие новости. Информацию о проектах телерадио-компании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Усяго вам доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «де-факто» в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Беспечность на тонком льду обернулась большой трагедией. В Петриковском районе в реке Припять утонули два местных жителя. Около трех часов дня в воскресенье жители деревни Снядин 1961 и 66 годов рождения переходили реку по льду. Деревня находится в заречной зоне поэтому, чтобы попасть на большую землю сельчанам необходимо каждый раз преодолевать водную преграду. Два местных жителя при переходе реки оказались на тонком льду в результате чего провалились. Оказать помощь им не удалось. На данный момент ведутся поисковые работы которые сотруднены сильным течением а также тонким ледовым покрытием. В дополнение этой темы добавим, что тело рыбака утонушего в прошлый четверг вблизи деревни Красный мост Реческого района пока не найдено. Поисковые работы продолжаются. В Будо-Кошелево милиционеры нашли и задержали ранее неоднократно судимого местного жителя, который за ночь вскрыл шесть автомобилей. В начале января в РОВД обратились сразу шестеро местных жителей с заявлениями о том, что их автомобили были открыты, повреждена проводка замков сжигания. Также из одной машины пропала магнитола. Проведя оперативно-розыскные мероприятия, правоохранители вышли на 31-летнего мужчину. В 2014 году он освободился из мест лишения свободы. Все это время вел законопослушный образ жизни. Однако спиртное, выпитое в новогодние праздники, сыграло с ним злую шутку. С целью наживы мужчина вскрыл несколько авто и хотел на одном из них покататься. Но завести автомобиль не получилось. Подозреваемый задержан и дает признательные показания. В Светлогорском и Добружском районах накануне выходных произошли наезды на пешеходов. Пострадали два человека. А сегодня в Гомеле под колесами авто оказалась девушка. Примерно в 5.30 36-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес-Бенц», двигался по автодороге в сторону Речицы и на выезде из областного центра совершил наезд на 22-летнюю девушку-пешехода, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия. По предварительной версии, сидела на проезжей части дороги. У водителя и пешехода взяты биологические материалы для установления их физического состояния. В результате дорожно-транспортного происшествия девушка погибла от полученных травм, скончалась на месте. На данный момент на месте происшествия находится следственная оперативная группа. По данному факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. В пятницу 83-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Лагуна», выполняя обгон транспортного средства, совершил наезд на 52-летнего пешехода, имевшего признаки алкогольного опьянения. С телесными повреждениями мужчина был госпитализирован. За прошедшие трое суток в Гомельской области зарегистрированы семь пожаров, на которых два человека погибли, повреждено пять строений и одна единица техники. Накануне около 11 утра службу спасения поступило сообщение о том, что в Речице на улице Калинина горит жилой дом. По прибытию к месту вызова спасатели увидели, что кровля горит открытым пламенем. Хозяйка в доме проживала одна. При проведении работ по ликвидации чрезвычайной ситуации на полу в жилой комнате была обнаружена без признаков жизни хозяйка домовладения 1941 года рождения. Причина пожара устанавливается. По одной из версий, пожар мог произойти из-за нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. В пятницу около восьми вечера в квартире на проспекте Ленина в Гомеле на полу обнаружено обгоревшее тело хозяйки, 1951 года рождения. Техника и сила МЧС не привлекались, следователи проводят проверку, в рамках которых назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Накануне днем Будо Кошелева на улице Ленина загорелся моторный отсек грузового автомобиля «Газель Некст» 1999 года выпуска. Обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается. Для восстановления техники потребуется серьезный ремонт. Оперативные службы продолжают оказывать помощь гражданам и организациям, чьи автомобили оказались в снежном плену. В Рогачевском районе застрял в снегу автомобиль бригады скорой медицинской помощи, следовавший на вызов. Работники МЧС при помощи буксировочного троса и колесных цепей помогли выбраться медикам. В итоге, обратившийся к ним гражданин не остался без медицинской помощи. А сотрудники Гомельского РОВД, возвращаясь вызова возле агрогородка Урицкой, при помощи буксировочного троса вытащили из снежной грязи автомобиль гражданина. Водитель пояснил, что во время движения машину занесло и она увязла. Попытки выбраться самостоятельно только привели к повреждению переднего бампера. Водитель поблагодарил сотрудников за оказанную помощь. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Очередное противостояние лидеров белорусского женского клубного гандбола обострило спор за чемпионство. Бенту взял у Гомеля реванш за декабрьское поражение на выезде. В домашнем поединке одноклубниц за собой повела Анастасия Кулак. Полусредняя политеха отправила ворота соперниц 15 мячей. А это почти половина всех голов, заброшенных мячанками. В составе гомельчанок самая результативная Наталья Котина. 8 голов. Гомельчанки по ходу первого тайма сумели отыграть отставание в 6 мячей и даже выйти вперед. После перерыва хозяйки вновь ушли вперед и сумели удержать преимущество. 32-26 Бенту побеждает Гомель. Команды с одинаковым количеством набранных баллов возглавляют турнирную таблицу. Мужской гандбольный Гомель вернулся в игру спустя полтора месяца. Первый матч в 2021 году команда Андрея Мачалова провела дома против лидера Мешков-Брест. Игровую паузу, тянувшуюся с середины декабря, заполнила тренировочная работа. Правда, и тут не обошлось без нюансов. Коррективы внес ковид, так что в полном составе собраться получилось лишь за несколько дней до поединка с брестчанами. Недостаточно функциональная готовность некоторых гандболистов сказалась в первую очередь на атакующих действиях команды. В защите против фаворита хозяева отстояли лучше. Брестчане победили 29-15. С шестью голами в матче отметился Сергей Орловский. Он самый результативный в составе Гомеля. У брестчан лучший бомбардир Максим Баранов. Семь мячей. Не забили свои мячи в нападении. Вот если бы каждый сейф, то, что мы отстояли в защите, залетало в чужие ворота, это была бы очень хорошая игра, но рада зрителям. Команда работала в полную силу и надеялись, конечно, немножко на другой результат. Ну, опять подвела наша реализация. Забивать 15 мячей и на что-то рассчитывать, ну, это глупо. Не забив 10 стопроцентных моментов. Но это, опять же говорю, наш бич какой-то с БГК, пока их вратари нас полностью переигрывают. Набирать форму гомельчанам надо оперативно. В ближайшую среду играть с БГУ ФК СКА дома, а в субботу с Машекой на выезде. Гомель победил, а Металлург неожиданно проиграл. Столивары в очередном туре хоккейной экстралиги дома играли с Могилевым. Хозяева первыми забросили. В середине второго периода отличился Воронин, однако удержать победный счет не удалось. На старте заключительный третий субботин цифры на табло сравнял, а в ее окончании Егоров принес победу гостям 2-1. Второго февраля Металлургу в Молодечное играть с Динамо. Гомель принимал локомотив. Хозяева отличились дважды. В первом периоде цели достиг бросок с Услу, в третьем – Иваново. Свои ворота Рейси сохранили в неприкосновенности. Второго февраля подопечный Сергей Стасьев в Гродно сыграют с Неманом. С новостями спорта вас знакомила Влада Васильева. Оставайтесь на Беларусь4.